Я не претендую на Голгофу, то есть на путь Христа, но путь этот не менее тернист и самое главное с постоянной угрозой, с постоянным напряжением. Гертруда Петровна рассказывает, каждый выход из дома превращается в мучение. Когда после съемок сюжета для программы события во дворе ее дома появился трактор, женщина обрадовалась и решила, жизнь наладилась. Но не тут-то было. Дорогу вдоль дома почистили, а наледи снежные глыбы оставили. По этой части это вообще невыносимо. По дам Антарктиды, по-моему, проще пройти. Тогда 80-летняя Гертруда Петровна сама взялась за лопату, не дожидаясь помощи управляющей компании, расчистила опасный участок двора. Я вот это вот от подъезда и вот этот торец и туда вот до того магазина сама прочистила. На жалобы жители в управляющей компании ПЖРТ промышленного района не реагируют. Вежливо выслушивают, но никаких мер не принимают. У вас там бордюра-то нет, Гет Петровна, вы же прекрасно знаете, там дорога и бордюр в одной линии. Ну так вот, ну так и сделайте, прочистите хотя бы ото льда его. А так жить в изоляции, то что вот я не могу выйти ни в аптеку, ни в больницу. В управляющей компании сумасшедшие очереди и недовольные люди, которые жалуются буквально на все, начиная от нечищенных тротуаров и заканчивая отсутствием начальника. Нашей съемочной группе все же удалось дождаться руководителя и заручиться обещанием устранить проблему. Ну еще раз мы песком, конечно, посыпем, постараемся взять. Вот сейчас погода, если будет, то обещают нам потепление минус 4. Нет, Гет Петровна, ну как песок? Песок не спасет. Тональ, которая есть сейчас на дороге с соляно-песчаной смесью, мы ее постараемся убрать, чтобы вам можно было идти. Все-таки сделайте до голого асфальта проходить. Вот я про это и говорю. В ближайшее время от частных коммунальщиков ждет лицензирование. На рынке коммунальных услуг наведут порядок. Около 250 управляющих компаний пройдут своеобразный экзамен на профпригодность. Валерия Квасневская, Павел Кресняков. События.